Догнали и перегнали Америку. Новосибирцы заняли шестое место на мировом чемпионате киборгов в Цюрихе. Место хоть и не призовое, однако сибирякам удалось оставить позади лидеров из Англии и США. Они показали уникальную роботизированную инвалидную коляску на гусеничном ходу. О том, как наши разработчики обогнали соперников, расскажет Светлана Сорокина. Это сейчас разработчик коляски Иван Невзоров сдержан, а тогда на трибунах не скрывал эмоций. И вместе с другими россиянами активно болел за свое детище. По его словам, швейцарские организаторы очень удивились, когда на предварительных испытаниях сибирская коляска прошла полосу препятствий как по маслам. После соревнований там был стенд, где было не три ступени, а пять ступеней. И когда Юра без проблем заехал на эти пять ступеней, просто нас окружили люди, репортеры. То есть все начали фотографировать, аплодировать. Просто все были в шоке, что так можно без проблем, без труда взять и подняться по лестнице. Международный чемпионат киборгов «Кибатлон-2016» – это первое соревнование в своем роде. Его цель – развитие ассистивных технологий. Разработчики демонстрируют возможности высокотехнологичных протезов и роботизированных инвалидных колясок. Здесь сразу видно, чье решение лучше. Это и отличает чемпионат от паралимпиады, на которой все зависит от физических возможностей спортсмена. Иван Невзоров и Юрий Ларин стали первыми и пока единственными сибиряками, кто участвовал в кибатлон. Та же коляска, на нее даже сесть невозможно без посторонней помощи. Практически все коляски там такие были? Да, большинство колясок такие. Причем даже они в быту не приспособлены, не заехать в магазин, не выехать даже с подъезда или заехать в лифт. Россияне участвовали во всех пяти дисциплинах. Команды из Москвы, Санкт-Петербурга показывали возможности экзоскелетов, протезов ног, рук, интерфейса мозг-компьютер. Однако только новосибирцы своей коляской по-настоящему удивили соперников и экспертов, обогнав представителей из стран Запада, лидеров в области высоких технологий. Если, говорят, вы выиграли гонки, то вас, говорят, Россию бы точно обвинили в кибер, наши-то не пустили на эшкаду за это. Кибердопинг? Да, а так бы был кибердопинг какой-нибудь. Светлана Сорогина, Роман Семенов, Новосибирские новости.